Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Сегодня будет третье видео о покупке лошадей с весеннего ивента Весткова, которые заканчиваются уже 24 апреля, это в эту среду. К сожалению, вчера я не смогла снять приобретение одного коня, поэтому в сегодняшнем видео будет покупка сразу двух коней лепецианской породы, потому что в предыдущих видео мы решили, что будем покупать их по очереди. Вначале лепецианы, потом лузитаны, потом опять лепецианы. Так что сегодня будет покупка двух оставшихся милых лепецианов, имена которым я буду придумывать прямо сейчас, потому что я без понятия, кто это, кобыла или жрецы, вообще не в курсе, и буду сейчас это додумывать. Стоят они 949 СК, у меня пока что везуха, у меня 8 с чем-то тысяч. Характеристики все те же самые, сила 3, дисциплина 2, гибкость 2. Читать про них не буду, потому что кому надо, те почитают. Начнем мы, наверное, все-таки с лепецианы в гречку, потому что темно-серого я очень хотела, очень-очень. Так, ну я даже не знаю, я смотрю на него, наверное, это жеребец. Или кобылка. Сложно, тем более, что лузитана тоже будет в гречку. Надо подумать, надо подумать. Не, лузитана все-таки точно будет жеребец, а ты у нас кто? Ну, а сейчас посмотрим, выберем, как тебя называть. Вот если бы это был бы светло-серый лепецан, тут было бы все намного проще. А тут гречку, как тебя называть? Так, воздушная, восточная, далекая, драконовая, жемчужная, не, жемчужная, желанная. Серебристая была? Нет. Надо поискать, надо поискать. Так, чтобы пролистала. Сапфировая, светлая, светящая, северная, серая, серебряная. Мне кажется, это все-таки кобылка. Серебряная, как бы тебе имя-то второе дать. Ястреб, нет, это девочка надо. Серебряная, чудила, нет. Цветок, фурия, утро, улыбка, удача. Серебряная, серебряная удача. Ну, пока что оставим, может быть, что-нибудь получше найдем. Тень, тайна, серебряная тайна. Ну, кстати, может быть, почему бы нет. Опять сейчас у нас да, послышишь, такое, да. А, только серебряная птица. Нет, так ложь, я называть пока не согласна. Полумесяца у меня есть какой-то коняха. Так, 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 так. Ну, знаете, наверное, все-таки тайна. Где тут тайна? Только что была тайна. Серебряная тайна. Да, все-таки, наверное, это будет кобылка. Все. Покупочка. Разбавляемся на лошади. Заветная фраза. Как мы ее все любим. К сожалению, жалко, что я с Кат разница. А это мы не любим вообще. Так, получается, одну коняху мы купили. Теперь тут же покупаю вторую. Я не знаю, как я их буду прокачивать. У меня времени не сил нет, чтобы других качать. Как я этих еще буду успевать качать, я без понятия. Так, этот... Как тебе назвать-то? Серый в яблоко, наверное. Ну, он прям темный серый в яблоко. Лепецан будет. Жрепецан. Как тебя-то назвать? Ночной? Нет. Облачный, непокорный. Непокорный лорд у меня есть, я помню. Мраморный. Мраморный. Нет, у меня был опаловый лорд. А мраморный? Мраморный у меня вроде англичанин. Мышиная, нарядная, морская. Почему морского нету? Могучий. Могучий дух у меня был. Еще есть... А, недостаток названий. Недостаток имен. Коралловый, королевский. Космический... Ну, не, космический это не. Ночной, коронный, ледяной. Нет, что-то... Кокосовый, золотой, затуманенный. О, затуманенный! Затуманенный... А кто ты будешь-то? Туман. Затуманенный туман. Нет. Так сложно, я уже не запомнил. О, кого я как назвала. Столько имен. Сон. Затуманенный сон. Страсть. Судьба. Сфера. Сфинкс. Счастье. Затуманенный торнадо. Туз. Туман. Тыква. Нет, над чем другой. Ну, хотя, в принципе, там не будет. Угу. Вихрь, затуманенный вихрь. Медный вихрь у меня есть. Восход. Какой-то восход тоже есть. Вьюга. Гвардия. Герой. Герой у меня тоже какой-то есть. Градца. Грива. Гроза. Девочка. Добрынь. Добрынь. Я тоже есть. Затуманенный дух. Нет, нет, нет. Что ж такое? Затуманенный. Хм. Затуманенный клевер. Что-то капитан Лорд. Лорд. Затуманенный Лорд. А давайте оставим ему затуманенный клевер. Будет некое разнообразие. Покупка лошадей. О, всё. Неделя прям покупка лошадей. А потом опять на голодовку сяду. Счастье-то какое. Не передать словами. Это ощущение, которое испытывается во время траты игровых денег. Но какая печаль испытывает, когда мы на них донатим. Но, к сожалению, по-другому у нас никак. Совсем. Так, покупка лошади. Какая завтра последний день? Купим последнего лепицаана. А в среду вот будет уже обновление. Эти лошади уедут навсегда. Хотя, если честно, я сомневаюсь, что разработчики их уберут раз и навсегда. Потому что это событие, это ивент ежегодный. Я думаю, они всё-таки вернутся в следующем году. Но, я уже не знаю, во что верить. После того, как разработчики убрали не самую отвратительную модель старой лошади, которая фьёр была. Поэтому лучше перестраховаться, если есть возможность и вправду купить этих коней. Потому что, мало ли, что разработчикам придёт в голову. Если в какой-то момент они вообще скажут, что там мы удаляем из ваших конюшен старых моделей лошадок, то, я думаю, крыльку будет много. Так. Ага. Надо поменять местами, чтобы было вот так. О, всё. Сплошная стена лепицаанов. Раз. Господи, скук. Зачем мне их столько? Ну, они такие классные. Эти вопросы задаются все. Только у кого-то это лепицааны, муфтанги, шайры, тяжики всякие. Ну, а у нас будут лепицаанчики. Так. Значит, у нас получается два дополнительных две новые коняхи. Серебряная, тайная. И затуманенный клевер. Так. Ну, в принципе, серебряная тайна, она такая светленькая, очень похожа на светло-серого. Но всё равно вот это гречка. Одна моя подруга хотела купить этого липика только потому, что в ролках изображать, мол, постаревшего коня. Потому что в старости у лошадей появляются серебристые волоски. А у неё светло-серый лепицаан, поэтому он выглядит как будто постаревший. А вот этот красавчик. Он как будто металлик. Металлического такого оттенка слегка. Это как-то необычно. Хотя уже буквально месяц назад разрабы добавили одних лошадей с таким металлическим оттенком. Это было тоже очень необычно. Так, 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 так. Так, что бы тебе одеть? О, фиолетовый. Подойдёт. Подойдёт, подойдёт, подойдёт. Седло-валь-тропа. Попа. Опять я забыла, где что. Ещё, ты угомонишься? Нет. Видимо, нет. Серьёзно. Почему разрабы не сделают хранение так же, как магазин? Чтобы было видно, что лежит, а не вот так вот сидеть и проверять каждую ячеечку. Так, я не поняла, где мой ультар полюбилет? Куда я его делаю? Розаки нет? Вот он. Потеряла свой любимый ультар. Так, седло. А вот он подойдёт. В стиле барокко. О, как раз надо заехать купить уздечку. Только что, правда, оттуда. А хотя, ладно, сейчас заедем, купим, а потом уже поедем смотреть прически. Итак, повернулись обратно. Я уже купила уздечку, подходящую под седло, потому что я почему-то не покупала, хотя вот у меня СК есть, я примотилась, но сейчас я поняла, что я лучше куплю сейчас, чтобы не ждать целый год. Так, значит, смотрим, какую бы прическу ему выбрать. Так, нет, награвку всё-таки перодить, здесь фиолетовый как-то меня раздражает. Так. Угу. Так, ну, я даже не знаю, длинный ему делать бесполезно, хотя короткую тоже нет. Шишечки. Вот, 150 шишечки. О, да, они ему подходят. Секая, ну, коняха. Ну-ка, надо всё-таки включить музыку и проверить кое-что. Ну-кась. О, да. Идеально просто. Сейчас сразу сделаем заставочку на видео. О, всё. Всё, можно музыку уже выключить. Выключить! Что ж, я заговариваю, истарь. Выключить музыку. Завтра последний день, завтра последний день я куплю последнего из пятёрки. Последнего коня. Это классно, когда не покупаешь всё сразу. Можешь прочувствовать каждую вещь по отдельности. остался вот этот последний. Его куплю завтра. Потом событие закончится. И, кстати, я тут нашла спойлер, что в эту среду нам добавят новых лошадей. И там как раз те масти, которые мне нравятся. Но это не точно, потому что спойлеры это не точная информация. Так что будем просто сидеть и ждать еженедельного обновления. Спасибо, что вы были со мной. С вами была я, Дональя. Мой конь на сегодня с затуманенной клеви. И ещё один лепецант, лошадь, которая стоит в конюшне. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok